Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Лариса Деревянко, руководитель Московской общественной областной организации «Мир детям». Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте, Маша! В первую очередь, конечно, хочется поздравить вас с пятилетием. Кажется, вы были всегда в нашем округе, а на самом деле пять лет уже такой серьезный первый юбилей, уже возраст такой основательный. Пять лет сделано очень много. Лариса, ну вот с чего все началось? Что послужило вот толчком для вас, как руководителя? Вы поняли, что нужно создать свою организацию? Нужно объединяться с семьями такими же, как и вы. Нужно объединяться с мамочками. Мы начали свою организацию как инициативная группа. с 2012 года. У нас было первое мероприятие. Это в нашем парке «Малыш» проводили Дню защиты детей. Мероприятие для наших деток. Вот был концерт, и детки выступали. Потом нам сделали подарочки. И мы начали объединяться. У нас вся организация началась с инициативной группы. Это было ты, и были твои знакомые, или подруги, или семьи такие же, с кем вы общались. Вот что вас... Мы сплотились. Вот почему вы сплотились? Мы сплотились, именно начиная... Больше всего мы начали сплачиваться с нашей поликлиники. То есть мы уже знали, что наши дети... Я не говорю, что... Я не люблю слово «инвалиды». Наши дети и не особенные. Наши дети обыкновенные. Очень интересные дети. Нас... Я всегда говорю, не надо нас бояться. Мы такие же, как и все. Немножко не можем так говорить. Не можем ходить полноценно. Но мы полноценные дети, полноценные семьи, в которых воспитываются еще здоровые дети. Вот. И мы тогда поняли, что нам надо объединиться. Мы решили быть вместе. И для детей каким-то образом устраивать праздники. Потому что до этого, ну, честно сказать, нас не видели ведь в городе. Ну, давай честно и откровенно говорить сегодня. До этого вы просто сидели дома и лишний раз боялись выйти. Дети о том, чтобы праздник, они были интегрированы в обычный. Например, праздник, это было, ну, наверное, огромное счастье. Практически было невозможным. Да, это были наши первые. Проходило это крайне редко. Да, первая елочка у нас прошла в нашем ПМПК. Спасибо нам. Нас собрали. Нас было очень мало тогда семей. И дети как-то по-особенному, им было очень интересно. И собираясь вот на такие мероприятия, родители сейчас не стали комплексовать. Они не стали стесняться своих детей. Нас стало больше на улице, стали больше выходить. Мы стали общаться между собой. Мы делимся. Появилась даже хоккейная команда. Да, слышали. Где ребята играют. И это тоже огромная радость. Вы ходите в бассейн. У нас и бассейн есть. У нас мы занимаемся и ипотерапией. У нас и тренажерный зал. У нас есть и на лыжероллерке с нами занимается Алиса. Это ЛФК и лыжи. К сожалению, в этом году у нас зимы не было. Не было снега. Но тем не менее, когда недельки-полторы у нас лежал снег, наши дети были на лыжах, на горных лыжах причем. Ну, беговые были, но и горные. Но там у нас проходит ОПФ, ЛФК. Алиса занимается с детками. Это очень хорошо. Это все стало возможным благодаря, в том числе, поддержке администрации округа. Потому что руководитель Андрей Робертович Иванов так вот поддержал. Я ему публично хочу сказать огромное спасибо. Прямо публично. Потому что с приходом Андрея Робертовича у нас стало более интересно. Потому что я знаю, что я приду, и мне помогут. Мне даже не надо к Андрею Робертовичу идти. Потому что помогают. Наталья Вячеславовна очень хорошо помогает Караваеву. Я просто очень благодарна за такую поддержку. Потому что без поддержки у нас бы не получилось такого. У нас бы было все по-другому. У нас проходит очень много мероприятий. И для того, чтобы социализировать детей в обществе, в организации все, что у нас есть, у нас устраивается нашими родителями. Каждый отвечает за свое направление. У нас есть спорт, у нас есть культура, у нас есть медицина. У нас так же, как и в любой организации, все организовано. И каждый ведет свое направление. Каждый отвечает за свое. То есть, если мы пишем в цирк Аквамарин, значит, девочка звонит, созванивается. Мама, мама созванивается. Мы пишем письмо. Пишем письмо туда, чтобы нам выделили билеты. В администрацию, чтобы нам дали автобус. Автобусы нам дают. В любом случае, вы не сидите, не ждете, когда на вас упадут те или иные подарки. Безусловно, вы двигаетесь и сами проявляете инициативу, выходите с предложениями и о проведении мероприятий. И об интеграции ваших ребят и ваших возможностей в другие мероприятия. И проводите благотворительные ярмарки. Да, у нас была ярмарка. Дню города, Дню защиты детей мы участвовали. На нашем подворье Дню рожая. Затем мы проводили ярмарку благотворительную совместно с сторонниками Единой России. Вырученные денежки пошли на покупку корма для собак, для приюта собак. А все поделки, которые были у нас сделаны, это сделано руками родителей. У меня мамы с золотыми ручками. Лариса, вот все-таки за эти пять лет насколько изменилась твоя жизнь, жизнь твоей семьи и жизнь тех семей, которые вступили в организацию «Мир детям»? Ну, за счет того, что мы устраиваем столько мероприятий, у нас очень много выездов. Мы дружим со многими. У нас очень много друзей. Нам дали помещение. Помещение нам выделил глава. Ремонт нам предложил сделать Павел Самсоновичем Урлеев. Я его встретила на улице. Я говорю, Павел Самсонович, поздравьте меня. Он говорит, хорошо, хорошо, поздравляю, а можно я тебе сделаю ремонт? Я говорю, я с удовольствием. Калинин Виталий Римосович, он нам двери установил, видеонаблюдение. Иванов Захар нам пандус сделал. Все помогали. Причем, я честно скажу, я не просила их. Они просто предлагали сами. Мне не надо было кланяться, уговаривать. Нет. И у нас очень много проходит елок. У нас елки. На все эти елки родители сами пишут письма. Просим мы. Нам выделяют билеты. Крокус сити. Мы были и на елке президента, в храме Христа Спасителя. Елок у нас очень много, достаточно. Ребята с удовольствием на них ходят. Елка главы у нас. Это у нас уже стало традицией. У нас никогда не было елки личной вот такой. Насколько все-таки повлияло огромное количество мероприятий и того, что ребята принимают в каждом из них участие, все-таки они стали более коммуникативными, они более открытыми. Да, более открытыми стали. То есть подмечают, отмечают вот это родители? Конечно. Родители стали спрашивать. Мы стали между собой общаться, стали делиться. Кто где был, на какой реабилитации, где интересно, где генетика, где ДЦП больше реабилитация проходит, какие средства реабилитации можно приобрести. Мы между собой так делимся. Мы рассказываем про лечебные учреждения, ну, про все рассказываем. Дети наши у нас проходят еще, так как я учредитель еще и ОРДИПа, это ассоциация родителей детей инвалидов Подмосковья. И у нас проходят фестивали. Вот в этом году, в июне месяце, будет уже 10-й фестиваль. Зимний фестиваль у нас проходит в Ивантеевке, а летний у нас в Одинцово. Все любят в Одинцово ехать. Говорят, как у вас тут здорово! Ну, у нас действительно очень красиво. И на фестивалях наши дети поют, рассказывают стихи, танцуют. Этого раньше никогда не было. И мамы не стали стесняться, они даже просят, пусть там мой ребенок расскажет стихотворение, или мой станцует. А еще мы заключили договор со школой искусств. И сейчас наши дети занимаются фортепиано, вокал, гитарой, изобразительное искусство. Хотят дети это делать. Честно скажу, очень люблю тех родителей, которые занимаются со своими детьми. Хочется сделать как можно больше. А вот Ордиповский фестиваль, там наши детки очень много... Ну, родители себя показывают просто на этих фестивалях. Город добра у нас проходит. Это, конечно, очень хорошо. Участвуем мы во всех мероприятиях городских. У нас очень много мероприятий. Посади дерево, субботники. Мы всегда, всегда участвуем. Родители приходят, и они довольны. Они довольны и счастливы. Потому что есть куда выйти, есть куда пойти. Это очень важно. Вы же не в замкнутом пространстве, не один со своей проблемой. Со своей бедой. Ларис, сколько сегодня семей входит в состав организации? Насколько выросла ваша огромная семья? В 2012 году, когда мы начинали нашу организацию, вернее, как инициативная группа, у нас было 16 семей. Когда мы зарегистрировали организацию через Минюст, это у нас случилось 4 марта. Нам вот в этом году было 5 лет. Мы его отпраздновали очень хорошо. При регистрации в 2015 году у нас уже было 62 семьи. Сейчас у нас 91 семья. Мы очень быстро растем. Очень быстро растем. И поэтому родители к нам идут. Вот у нас сейчас заполняют документы на вступление в организацию еще одна семья. Раньше, если у нас приходили, мы принимали всех подряд. А теперь я спрашиваю, ребят, вы подумайте, нужны ли мы вам? Потому что у нас не просто так надо в организацию вступить, а у нас надо участвовать в жизни организации. Мама у нас есть из нашей же организации, которая ведет фитнес для наших мам. У нас мама еще в библиотеке. Спасибо, что нам дают библиотеку. Мы также заключили договор. И там собираемся. У нас проходит там фитнес, проходит собрание, потому что у нас много народу. И мы там собираемся. У нас проходят там детские праздники. Праздники у нас очень красивые. Праздник у нас есть такой. Каждые два месяца мамы сами шьют костюмы. Это дни рождения наших детей. То есть за два месяца у кого проходит день рождения, приходит день рождения. Мы этих детей собираем, мы им представления устраиваем, сладкий стол. Они участвуют, они поют песни. У них дискотека. Детям очень весело и интересно. Получают подарки. Лариса, позади пять лет, впереди целая жизнь. Каким ты видишь развитие своей организации в дальнейшем? Что хочется? У меня в голове очень многое. И хотелось бы, чтобы у нас организация развивалась креплая. И очень хотела бы, чтобы родители участвовали в жизни организации и вкладывали свой труд. Потому что когда родитель вкладывает свой труд, ему гораздо интереснее. Мы занимаемся лекарствами. Хочется, чтобы добиваться всего. Чтобы у нас была более интересная жизнь. Чтобы наши дети общались не только между собой, чтобы были еще и здоровые дети с нами. Интеграция навсегда нужна. Здоровые дети, они не видят их больными. Они их тянут, они с ними играют, разговаривают. Как-то очень весело и хорошо. Дети довольны. А я хотела бы, чтобы у нас было гораздо больше друзей. Потому что я не говорю, что там спонсоры или еще что-то. Это друзья. Друзья, которые остаются на постоянной основе. У нас вот еще в этом году у нас еще будет и забег. Я бегу, ребенку помогу. Он уже настал традицией нашего города. Даже фишка нашего города. И в этом году у нас забегу будет тоже пять лет. Поэтому я весь город приглашаю к нам на наш забег. Там очень весело. Люди должны все это видеть. И должны участвовать. Потому что отдавая частичку себя, получаешь гораздо больше. И хотелось бы каждый раз, чтобы к нам приходили. Мы приглашаем к нам на наше мероприятие. Приходите, пожалуйста. Мы очень рады. Вот у нас пятилетие прошло. У нас было очень много народу. Очень много народу. Я не знаю сколько, но, наверное, сто человек. Это точно в библиотеке было. Было немножечко, конечно, тесновато. Мы привлекаем всех, как к нам все приходят. И я рада всем. Всем рада. Ларис, еще раз поздравляю тебя и твою организацию. И всех семей, которые ты объединила в единую структуру. С юбилеем, с первым юбилеем. Всегда интересно бывать на ваших мероприятиях. Поэтому следим, как вы будете развиваться дальше. Безусловно, обо всем будем рассказывать в эфире нашего телеканала. Еще раз с юбилеем, с днем рождения. И дай Бог, конечно же, здоровья родителям и детям. Спасибо огромное. Я действительно приглашаю весь город. Который будет проходить. На наш забег «Я бегу, ребенку помогу». Который будет проходить 30 мая. Хотелось бы, конечно, в городе, чтобы он проходил. Потому что, когда у нас был первый забег, он проходил в городе. Народу было очень много. Лариса, спасибо за интересную беседу. И еще раз с юбилеем. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова